Здание, отвечающее всем современным стандартам. В Ивановском государственном химико-технологическом университете появился новый учебный корпус. За последние два года на его строительство и оборудование университет затратил порядка 36 миллионов рублей из собственных средств. Чтобы учиться и работать, здесь было комфортно всем. Современное образование требует новых подходов, новых решений. И поэтому мы решили ввести в действие в течение последнего года эту пристройку к новому зданию, где у нас разместились и научные подразделения, центр коллективного использования, который оснащается самыми современными приборами, без которых немыслимое развитие науки в университете и даже в нашем городе. А также наши лучшие кафедры, лаборатории которых были разбросаны по разным корпусам, мы их собрали воедино. В одном из кабинетов корпуса установили новый сканирующий электронный микроскоп, который позволяет исследовать поверхность и состав различных образцов, будь то металлические пластины или порошки. Стоимость оборудования 15 миллионов рублей. В нашей области такой микроскоп только один. В отличие от оптической микроскопии, где мы просто смотрим в линзу, здесь используется электронный пучок. Электронный пучок, им можно управлять. Мы можем задать размер этого пучка и увидеть объекты, которые невозможно будет увидеть на обычном оптическом микроскопе. Также он позволяет при наличии определенных приставок смотреть объекты прозрачные. То есть, например, пленки какие-то, полимеры и прочее. Под самой крышей нового корпуса создано дополнительное учебное пространство – хим-холл. Это территория для конференций, семинаров, приятных встреч за чашечкой чая и обсуждения новых проектов. Обстановка этому во всяком случае способствует. Дизайн интерьера выполнили студенты-культурологи. Мы выбрали стиль лофт именно потому, что его главный девиз – минимум затрат, минимум перегородок, максимум воздуха и удобства в работе. Средства для университета, конечно же, большие, но минимальные из возможных. На открытие нового учебного пространства пригласили губернатора. Павел Коньков с интересом осмотрел аудиторию и отметил, что строительство новых корпусов ведущими вузами города стало хорошей тенденцией последних лет. Это вуз с богатейшими традициями. Здесь работали многие выдающиеся ученые, и они выходцы из этого вуза или продолжают здесь трудиться. И, конечно, очень важно, что современные технологии не остаются в стороне, в том числе от учебного процесса, потому что выпускники сегодняшних вузов должны владеть всей этой современной техникой, должны использовать ее преимущества для того, чтобы двигать вперед отечественную науку. Павел Коньков прочитал студентам небольшую лекцию, а сотрудникам вуза вручил грамоты. Кроме того, памятный знак «Почетный работник образования Ивановской области» из рук главы региона получил Оскар Коев, мг. президент химико-технологического университета. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.